Мы живем в прекрасной и богатой стране. Россия – самая большая страна в мире. В России находится самая длинная железная дорога. В Санкт-Петербурге мостов больше, чем в Венеции, а московское метро считается самым красивым. Именно мы первыми вышли в космос. Именно у нас – самые прочные духовные ценности. А наш президент так хорошо управляет страной, что мы готовы избирать его снова и снова. Россия обладает несметным количеством полезных ископаемых. Но почему богатства нашей страны достаются, как бы это сказать, не всем? Давайте попробуем разобраться. Возьмем обычного чиновника. Он зарабатывает 1 миллион рублей в год. А вот его загородный дом, который он построил за 100 миллионов. Как у него это получилось? Может быть, он нашел клад? Или поймал золотую рыбку? Или он выиграл в спортлото? А может быть, у него богатая теща? Или он просто берет взятки? Чиновник знает ответ, но имеет право молчать. А вы не имеете права спросить, откуда у него такие средства. Однако способ добиться ответа есть. 20-я статья Конвенции ООН против коррупции устанавливает контроль за расходами чиновников и вводит понятие незаконного обогащения. Если расходы чиновника значительно превышают его доходы, и он не может объяснить, где взял деньги, этого уже достаточно для возбуждения уголовного дела. Добейтесь, чтобы этот законопроект стал законом. Для этого нужно собрать 100 тысяч голосов. Теперь вы можете проголосовать на официальном государственном сайте. Голосуйте и присоединяйтесь к борьбе с коррупцией. Заставьте чиновников объяснять их расходы. Продолжение следует...